Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. На мужском голосовании проект покинул Богдан Ленчук. Хватило его всего лишь на неделю. Еще неизвестно, ушел ли он добровольно или против него проголосовали ребята. Федя Стрелков и Кристина Лисковец помирились в очередной раз. Федя написал, в наших отношениях были разногласия и недопонимания, но самое главное то, что мы смогли друг друга услышать и найти компромисс. Мне больше никто не нужен, Кристина, я тебя люблю. Саша Гозес и Костя Иванов наслаждаются обществом друг друга. Пока не скандалят и собираются вместе лететь в Калининград. Руслана Мишина и Семен Фролов пытаются проанализировать свои отношения. Руслана пишет, Семен не дает уверенности в завтрашнем дне, поэтому составили списки целей на ближайшие пять лет. Сходство есть, посмотрим. Также они поделились друг с другом своим представлением об идеальном мужчине и идеальной женщине. Они намерены меняться, чтобы соответствовать этим представлениям. Иван Барзиков разочаровался в своей новой девушке Маше Тулеевой. Находясь с ним в отношениях, она переписывается с бывшим парнем, который зовет ее к себе в Америку. А про Ваню ходят слухи о том, что Барзиков женат, что на Дом-2 он пришел не за новыми отношениями, а чтобы пропиарить свой интернет-магазин по продаже косметики и таблеток для похудения. Якобы на поляне скоро появится его законная супруга Маргарита Барзикова. Ваня же опровергает эти слухи. Наталья Бичан вернулась из отпуска на поляну и возобновила репетиции с участниками проекта. Теперь тренировки будут проходить три раза в неделю в дневном эфире. Ребята были рады ее видеть и Наталья соскучилась по своим ученикам. Участники Дома-2 показали новые снимки с известной певицей Ириной Дубцовой. Она была на телешоу в качестве гостя. «Радости нашей не было предела», – пишут участники. «Дубцова такая открытая и так заряжает энергией». Все остались в восторге от приезда Дубцовой. Она дала им много советов как по поводу укрепления отношений, так и много секретов для девочек по поводу красоты и стройности. Семен Фролов, который сейчас находится в тропиках, раскрыл своим подписчикам маленький секрет. Оказывается, пока зрители наблюдают за участниками, на острове идет большая стройка, так как организаторы решили расшириться. Что именно они хотят увеличить и для чего это делается, пока неизвестно, но это доказывает то, что о закрытии Дома-2 пока говорить слишком рано. «Я подумал, бурлаки», – написал Семен. «Федя подумал, что остров захватили пираты, а на самом деле это расширяется самый крутой телепроект». Влад Кадони вынужден сделать ринопластику. Он решился на операцию, чтобы покончить с мучительной головной болью. Из-за сломанной перегородки Влад страдает мигренью. «Я не буду скрывать момент ринопластики, это не секрет», – сказал Влад. «Больше скажу, буду в прямом эфире ходить в повязке после операции. Не вижу в этом ничего страшного. По состоянию здоровья человек имеет на это право». Певица Корнелия Манго сыграла свадьбу. На нее были приглашены и некоторые бывшие участники Дома-2. Оля Солнце, Лина Камирен, также Нелли Ермолаева с мужем. Нелли не узнать на этих снимках. Вот некоторые комментарии к образу Нелли. «Как курица, как гейша. Это очень неудачный образ. Зачем так уродовать красивую девушку?» На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!